В социальных сетях уже давно распространяют фотофакты, где отчетливо видно, как водители притесняют людей с ограниченными возможностями. Сегодня мы попробуем поподробнее разобраться в этой теме. В нашей студии рада представить вам Анну Жегусову, инспектора по пропаганде Дорожно-патрульной службы города Якутска, и Владимира Ощепкова, инспектора отдела исполнения административного законодательства ГИБДД города Якутска. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Доброе утро. Анна, каковы основные нарушения и сколько таких нарушений зарегистрировано в этом году? Так же, как и в российских городах, проблема парковки транспортных средств в городе Якутске является актуальной и наболевшей темой. Но это, конечно, обусловлено тем, что исторически сложившийся центр города Якутска, он был спроектирован и построен в советское время, и отвечал именно требованиям того уровня автомобилизации, что, конечно же, уже в настоящее время не отвечает современному темпу прироста транспорта. Поэтому причиной является именно... Ну, учащаются ли подобные случаи? Значит, если взять статистику, то с начала года инспекторами ДПС города Якутска было составлено уже свыше 400 административных материалов. Однако отметим, что все-таки приоритетной задачей Государственной автомобильной инспекции является защита жизни и здоровья участников дорожного движения, то есть выявление водителей в состоянии алкогольного опьянения, водителей, выезжающих на встречную полосу движения, игнорирующих правила перевозки детей. Тем не менее, ГИБДД работает в этом направлении, также работает. Владимир Федорович, ну, подобные нарушения относятся к административным правонарушениям. Вообще, что грозит автовладельцам такие нарушения? Ну, согласно Кодекса Административных правонарушений у нас, получается, есть несколько статей, которые именно привлекаются водители, которые нарушают правила остановки стоянки транспортных средств. Это у нас одна из наиболее таких, можно сказать, наболевших тем, это остановка, стоянка в местах, где не положено. Это под знак, это у нас статья 12.16, часть 4 у нас получается, это штраф, там сумма 1500 рублей. И также есть у нас остановка в местах остановки транспортных средств, это у нас, получается, маршрутные автобусы. Там также по статье 12.19, части 3, прим. 1, штраф 1000 рублей, полторы тысячи получается, от 1000 до полутора. И также это у нас остановка, стоянка транспортных средств в местах, где не положено. Это у нас тротуары, пешеходные переходы, там не более 5 метров. И именно уже движение по тротуарам, она у нас подразделяется по статье 12.15, части 2, там сумма штрафа 2000 будет. Ну что необходимо делать, если вдруг столкнулись с такой ситуацией, пострадавшим, куда звонить, куда обращаться, или людям, которые стали очевидцами такой ситуации? Первый вариант обращения это сфотографировать, то есть зафиксировать нарушение и подойти по адресу улицы Автодорожная, дом 11, кабинет 305, написать заявление и приложить фотографию, то есть наручное обращение можно сказать. Следующий вариант это электронный вариант, то есть можно оставить обращение через официальный сайт управления ГИБДД по Республике Саха-Якутия. И третий вариант также электронный, он у нас пока еще в разработке. Есть информационный официальный портал Республики Саха-Якутия, где есть направление как раз таки по безопасности дорожного движения, где человек уже не выходя из дома может оформить заявление, направить его и также сидя дома может получить ответ. Насколько активно вообще граждане применяют, пользуются таким травмом вообще, обращаются? Ну скажем, что у нас очень много обращений все-таки по водителям в нетрезвом состоянии, очень много бдительных и неравнодушных граждан, которые сообщают ориентировку именно по транспортным средствам, которыми управляют нетрезвые водители. По парковкам, конечно, тоже поступает обращение, тоже неравнодушных граждан становится с каждым годом все больше и больше. Какие меры предпринимаются сегодня вашей службой? У нас меры получаются также по звонкам наших граждан, которые обязательно, ну не обязательно, но получается, они как выявляют нарушения, это у нас также на остановках, где нельзя стоять, да, получается, и также в местах, где не положены места остановки, это также выкладывают фотографии и звонят иногда. Ну в основном после того, как звонят, они уже выкладывают обычные фотографии, да. Ну также у нас имеется система парком, так называемая система авто, видео и фотофиксации, которая у нас ездит по маршруту, которая выделена на каждый день. То есть получается не обязательно выходить инспектору, составлять протокол, просто машина проезжает, фиксирует номера авто. Да, да, да. Машин получается тогда, получается? Данная работа ведется уже не первый год, поэтому по практике прошлого года у нас получается, в основном как бы в зимний период у нас этой проблемы сильно не ощущается, и в основном ощущается, начинает ощущаться это у нас в летнее время, в теплое время, вот как говорится. И данная система у нас работает через спутник ГЛОНАСС, который фиксирует именно место расположения транспортного средства, также фиксирует, ведет видеосъемку, автоматически это получается, автопатруль следует по данному, по заданному его маршруту, и снимает, фиксирует правонарушения, которые особенно, как я говорил, это под знак, запрещающий остановку в стоянку транспортных средств.